Новый зал греко-римской борьбы. В обновлённом зале царствует классика. Олимпийская греко-римская борьба. В кратчайшие сроки помещение полностью преобразилось и готово встречать гостей. Современный тренажёрный зал позволяет провести кардио и силовые нагрузки на новом, более качественном высоком уровне. Всё оборудование отечественного производства. Зал борьбы разместился на втором этаже. Тренировки студенты будут начинать в 8.30 утра. С 16 часов этот зал будет предоставлен для любителей греко-римской борьбы, которые будут заниматься здесь, в секции греко-римской борьбы. Причём это дети разных возрастов, вы видели, на бесплатной особы. В этом и суть проекта. Это социальный проект. На открытии зачитали правительственную телеграмму от депутата Госдумы, трёхкратного олимпийского чемпиона, героя России Александра Карелина, со словами поддержки и благодарности губернатору области и профсоюзу «Правда». Организация совместно с Госуниверситетом при поддержке администрации открывает в Белгороде уже второй зал по греко-римской борьбе. И на этом прекращать сотрудничество не планируют. Профсоюз «Правда» уделяет большое внимание развитию спорта, развитию физической культуры, конечно же и развитию греко-римской борьбы и в регионе, и в России. И поэтому хороших, приятных сюрпризов будет очень много. Мы будем двигаться, двигаться вперёд. И только вперёд. В первую очередь хочу сказать большое спасибо администрации Белгородской области за их помощь, за поддержку в реализации этого важного и масштабного проекта. Большое спасибо Белгородскому государственному университету в лице ректора Олега Николаевича Полухина. Среди почётных гостей герои России Александр Панфилов и Олег Дуканов, обладатель Кубка мира по греко-римской борьбе Алексей Колесников. Специально приехал в Белгород на торжественное открытие. С точки зрения профессионала поставил пятёрку новому залу. Очень хороший зал. Самое главное, что он профильный, что здесь будут борцы рекоримского стиля, что он отдельно стоящий, с хорошей инфраструктурой, то, что очень удачные тренажёры. В планах Союза «Правда» открытие новых спортивных объектов для жителей Белгородской области. Один из них начнёт работу уже в октябре в Волуньках. Алиса Алексеева, Ксения Глотова, Нина Бережная, Владислав Кружник. Вести Белгород.